После публикации отчета от Управления энергетической информацией, нефтяные котировки вновь оказались под давлением. Согласно официальным данным, запасы сырой нефти за неделю на территории США сократились на 1,208,000 баррелей, что оказалось ниже ожиданий участников рынка и предыдущего значения, зафиксированного в отчете от Американского института нефти. Трейдеры ожидали более значимых показателей. Сланцевый эталон торгуется по 51 доллар 20 центов за баррель. Аналитики не предполагают в ближайшее время возвращение цены WTI ко вчерашнему уровню. Североморский эталон также демонстрирует движение в боковом канале в диапазоне 60 долларов за баррель с коррекцией приблизительно в 10 пунктов. Соглашение ОПЕК+, хотя и указывает на готовность крупных нефтепроизводителей прибегнуть к сокращению добычи сырья, но тем не менее скептицизм относительно быстрых результатов такой договоренности высок. Рубль тем временем продолжает сопротивляться своему западному конкуренту. Пара USD-RUB все также демонстрирует флетовое движение в диапазонном уровне 66,30-66,40. Стоит отметить, что для рубля эта неделя также крайне ответственно ожидается заседание Центробанка по определению монетарной политики. Аналитики предполагают, что процентная ставка останется на прежнем уровне, а трейдеры все же надеются на ее повышение. А пока все внимание рынка направлено на предстоящее заседание Европейского Центробанка, в преддверии которого рост популярной на рынке Форекс пары ограничен. Об этом более подробно вы узнаете из следующих выпусков новостей на канале ИнстаФорекс. До свидания!